Прежде чем попасть в провизорный госпиталь, который находится на базе инфекционного отделения Центральной городской больницы, снаряжаемся вот в такие специальные защитные костюмы. Надеваем маски, перчатки, бахилы обязательно. Риск подцепить опасную заразу очень велик. Каждый день специалисты медучреждения имеют дело с больными, у которых подтвержден COVID-19. Пациентов с коронавирусом бийская инфекционка принимает круглосуточно. Отделение сейчас работает в статусе провизорного госпиталя. По сути, здесь должны находиться только те, кто контактировал с зараженными или те, чей диагноз ковид еще не подтвержден. Пациентов очень много положительных. Например, 30 больных лежит в отделении. Из них на следующий день в обед приходит 28 плюсов, 28 положительных. Перевезти их сейчас очень сложно, очень трудно. В ковидных госпиталях мест нет, в крае мест нет. И они у нас находятся по 3, по 4 дня. Основная часть пациентов – это пенсионеры и люди, кому за 40. Некоторые поступают в тяжелом состоянии с поражением легких более 50%. В ковидный госпиталь я не смогла попасть. Здесь, видите, как получается, что не инфекционная больница, а лечат все-таки ковидных больных. Тех, кто не может дышать самостоятельно, подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. Оборудование имеется. Сегодня в работе два аппарата ИВЛ. Есть еще два. Специалисты медтехники их уже устанавливают. Также есть своя реанимация. В инфекционном отделении 11 кислородных точек. Этого, конечно, недостаточно, но в ближайшее время только на первом этаже их планируют увеличить вдвое. Вот женщина находится. Женщина тяжеловатенькая. В средней степени она не реанимационная, но состояние у нее нелегкой степени. Она находится постоянно на кислороде. Видите, у нее трубочка в носу. Это кислородный подвод. Подводка кислородная. Она постоянно, вот уже вторые сутки, она легла позавчера, с позавчерашнего дня. Женщина находится на кислороде. Три этажа и три полностью изолированные лестницы инфекционного отделения позволяют разделить пациентов по диагнозам, чтобы они не пересекались. Врачи уже продумали, как организовать работу. Сейчас людей с ковидом размещают на первом этаже в специальных боксах, а также на третьем. На втором этаже лечат пациентов с другими инфекциями. Дети и взрослые с ОРВИ лежат, те, у которых ковид отрицательный, они получают лечение, долечиваются, как обычно. Всегда это и было. А что с ними будет, когда здесь, возможно, откроют ковидный госпиталь? Ну, не знаю, как руководители наши, но мы планировали здесь все так и оставить. Потому что здесь, во-первых, абсолютно изолировано отделение. То есть мы можем с того приемного покоя детей поднимать, ну, детей взрослых поднимать сюда. Здесь у нас палаты и полубоксы. Мы можем разные нозологии разделить, разместить, чтобы они вместе не были. Корпус инфекционного отделения ЦГБ сегодня позволяет в короткие сроки развернуть ковидный госпиталь почти на 100 мест. Есть компьютерный томограф, аппараты УЗИ, бронхоскоп, своя клиника-диагностическая лаборатория, специалисты. Помещение оборудовано рециркуляторами и ультрафиолетовыми лампами. Во время недавнего ремонта в отделении сделали вытяжку с бактерицидными фильтрами. И что еще очень важно для пациентов с патологиями, в шаговой доступности прямо на территории находятся узкие специалисты. Все это позволяет медикам действовать оперативно. Прислали нам требования, какие у нас должны быть к организации госпиталя. Ну, больше, наверное, 80% у нас все это уже есть. Но мы, собственно, и работаем как ковидный госпиталь, только статуса его не имеем. Этот статус, за который медики бийской инфекционки бьются несколько месяцев, позволит отделению получать лекарства для лечения именно больных коронавирусом. Персонал госпиталя в полном объеме будут снабжать средствами индивидуальной защиты. Изменится режим работы в красной зоне. Он будет почасовым. А еще не придется перевозить больных из отделения в госпиталь, что тоже негативно сказывается на их состоянии. Ну, это было бы положительно для пациентов, поскольку они бы сразу поступали здесь, и получали полностью реанимационную помощь, в том числе вплоть до ИВЛ. Создать ковидный госпиталь на базе инфекционного отделения ЦГБ можно в кратчайшие сроки и при минимальных затратах. С точки зрения здравого смысла для Бийска и соседних районов это самое рациональное решение. Ввод в арсенал борьбы с ковидом инфекционного отделения позволит качественно подготовить другие помещения, если эпидемия не пойдет на спад. Важно выиграть время, потому что каждый день промедления отнимает человеческие жизни. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. КОНЕЦКИ КОНЕЦКИ